всем привет мы вчера были на привозе купили живых миди в ракушках черноморских бейся ты ко мне идешь сниматься иди иди и сегодня я хочу приготовить плов в котелке на газу идти ко мне иди снимемся и здесь такие крупные у нас не не мелкие вот она вот вырывается этого 7 можно и конечно знаешь что сделать отдать кипятком они откроются не знаю дед вот так сюда доставал вот она все достается хочу добавить такой морепродукт венерка называется на вкус тоже что-то похоже на мидии но это не черноморские хочу очистить и добавить как нас и мидии это где это где выловленные венерки эти я не знаю то не по всей средиземке у нас нет черноморья это мы в метро покупали еще зимой и морозили это не наши это среднеземноморские обжариваем на масле морковку и морковка обжарилась я кидаю в мясо венерки прям сюда и сюда же очищенные запретые мидии вот так вот Минутка стояла и уже как кипит. Сейчас еще помешаю и буду воду заливать. Ровно один стакан такой же, как воды, засыпала. Сейчас засыплю риса. Вода перед этим закипела. Сейчас это все перемешаю и закрою крышкой. Минейспо с рисом томятся на медленном огне. Я добавляю чесночину. Стоит уже на медленном огне минут 40-50. Рис уже готов. Я уже подсолила. Специи по вашему вкусу. Сейчас буду снимать. Миди и чеснок. Так пахнет. Сейчас будем пробовать. Все ракушки пооткрывались. Рис прямо в ракушках. Вот видишь, почему надо риса ложить немного? Потому что ты открыла, а рис все это съела, а так у тебя ничего не осталось. Так получается в каждой ракушке риса и все. Да, помимо ракушек вообще риса практически нет. Я даже не смогла для тобика вытащить чуть-чуть. Все в ракушках. Очень вкусно. И так, да, так удобно. Но дед еще ложил мой томат. Но мне без томата больше нравится. Да, я не захотела с томатом. Я положила один стаканчик 250 грамм риса на килограмм больше, чем килограмм. На килограмм крупный. На килограмм 200 крупных мидий. Только что чуть зуб не сломал. Мы нашли жемчужину в мидии. Ну как жемчужину? Это просто камушек, который попал. Она превратила его в такую жемчужинку. Но сам факт, что я чуть не сломал зуб. Офигеть. Можно бусы делать.